Кибербуллинг или травля в интернете – опасное явление, распространенное по всему миру. Во время Олимпийских игр в Париже случился один из самых громких скандалов. Дело связано с алжирской спортсменкой Иман Хелиф. Золотую медалистку обвинили в смене пола и публично называли трансгендером практически во всех международных СМИ. Хелиф подала в суд на соцсеть Икс, он же бывший Твиттер. В деле также фигурируют Илон Маск, Джоан Роулинг и Дональд Трамп. Об опасности кибербуллинга, а также способах защиты от травли, мы поговорили с журналистом «Новой газеты» Ириной Лукьяновой. 25-летняя спортсменка из Алжира Иман Хелиф подала судебный иск против Икс. Именно на этой платформе был шквал нелицеприятных комментариев в ее адрес. Ее обвиняли в смене пола и публично называли мужчиной. Высказывались не просто рядовые пользователи, но и лидеры стран, а также селебрити. Писательница Джоан Роулинг в своем аккаунте разместила фото поединка Хелиф с итальянской соперницей и подписала, что Хелиф, цитата, «будучи мужчиной, наслаждается страданиями женщины, которую ударил кулаком по голове». Илон Маск репостнул публикацию, где было сказано, что мужчинам не место в женском спорте, а Дональд Трамп заявил, что он не позволит мужчинам заниматься женским спортом. Юристы-спортсменки отметили, что некоторые знаменитости уже удалили свои посты и извинились. Если мы вспомним, с чего все начиналось, начиналось с того, что итальянская боксерша отказалась с ней сражаться, да, и ушла и сказала, что это на самом деле биологический мужчина, который, значит, просто превращает это все в избиение. Если мы вспомним первые новости, а мы знаем, что газетчики, значит, там, или новостные агентства, как они работают, работают прежде всего на сенсацию, быстро-быстро выдать материал, прежде чем проверять, и первые новости, которые были, это были, что биологический мужчина, значит, там, которому, который не прошел хромосомный тест, значит, теперь встречается с боксершей. Да, у всех была первая реакция, какой позор мужчина избивает женщин. И Роулинг точно так же в первые же минуты на это отреагировал, и все так отреагировали, и только потом уже, когда начался какой-то вот первоначальный ресерч, да, нормальные журналистки, когда стали раскапывать там детские фотографии, как она росла, почему дисквалифицировали, что за процедура в Федерации бокса, только тогда стало более-менее понятно, что это не такой простой случай, как все решили, да, но за это время уже насыпали там горы хейта. Ну, когда ты сидишь на диване, прочитал новость, она тебя возмутила, допустим, да, она упала на какие-то твои предыдущие убеждения, и ты немедленно настрачил комик. Наиболее уязвимые к травле – это дети и подростки. По статистике, каждый шестой тинейджер становится жертвой кибербуллинга. Согласно исследованию, проведенному ВОЗ в 44 европейских странах, самый высокий уровень травли среди мальчиков – в Болгарии, Литве, Польше и Молдове. Издевательства часто связаны с плохим здоровьем и успеваемостью в школе. Донести до ребенка, что я на твоей стороне – это очень важно. Иногда при этом, когда ребенок сам накосячил, да, ну, вот бывают случаи, когда там ребенок разослал свою интимную, послал какую-то там свою интимную фотку кому-то, а она разбежалась по сети, да, ребенок испытывает какой-то страшный стыд, и родители его начинают виноватить. А чем ты думал? А что ты делал? А где была твоя голова? И вот это как раз то, чего делать нельзя, да. Он и так получил очень тяжелый, очень серьезный урок. Вот, кстати, когда мы проводили с ГИОТ-институтом семинары для учителей, и я об этом говорила учителям, учителя очень удивлялись и говорили, вы что хотите сказать, что мы не должны, значит, делать им замечания об их поведении? Я говорю, нет, не должны. Вы сейчас должны этого человека поддержать, потому что ему крайне тяжело. Самая правильная реакция на буллинг в онлайне – попытаться защитить себя законными средствами. Это лучше, чем выдавать ответную агрессию. Главное правило в борьбе с кибербуллингом – жертва травли не должна оставаться наедине с проблемой. Необходимо делиться своими переживаниями с близкими или более массовой аудиторией. Для сохранения ментального здоровья не повредит и цифровой детокс. Также важно проявлять сострадание к жертвам травли. Иногда можно просто сделать паузу, закрыть аккаунты и выдержать какую-то паузу, потому что мы знаем, что ни одна сетевая истерика не длится дольше, чем несколько дней, пока на смену не придет новый новостной повод. Просто обозначить какие-то свои границы. Можно банить, можно не банить, а наоборот принимать какие-то правовые меры, сохранять скриншоты, с этими скриншотами обращаться в какие-то органы охраны правопорядка или в администрацию этих самых сетей или сайтов, на которых это все происходит. Но это все зависит, естественно, от ситуации. Можно показывать враждебные вот эти комменты более широкой аудитории. Вот смотрите, что происходит. Но здесь всегда есть возможность вызвать вторую волну хейта, уже направленную на обидчиков. То есть как бы натравить своих друзей или свою группу поддержки на обидчиков, а это все расширяет диапазон. Важно пытаться защитить. Вот если это происходит на наших глазах, очень важно поддерживать человека, защищать его. И если мы видим какие-то несправедливые обвинения, не стоять в стороне. Одна из немецких организаций, которая пытается справляться с кибербуллингом, с языком ненависти в сети, они придумали хэштег «I'm here». Я здесь. Когда кто-то начинает ненависть распространять в какой-то социальной группе, ну вот для Германии достаточно популярная проблема, проблема ненавистных комментариев в адрес этнических турков, живущих в Германии, да, члены этой группы, которые пытаются противостоять этой ненависти, просто приходят и оставляют хэштег «I'm here». Я здесь, я вижу, что ты это говоришь, да. По статистике, около 40% взрослого населения по всему миру подвергается кибербуллингу.